ну привет всем всем кто с нами сегодня вот в этот пасмурный то 100 пасмурный то солнечный день москве сегодня у нас будет введение в эллиптические кривые пишет плохо он испишется через минуту так введение в эллиптические кривые а вот это уже другое дело так этот мы убираем чтобы он не мешал нам и вообще так сказать что из чего они откуда они пришли к эллиптические кривые откуда они взялись есть кто там будет заглядывать в какой-нибудь внутрь какого-нибудь сервера где будут операции проводиться по биткойну он увидит довольно странную странную деятельность на самом деле он видит какие-то гигантские числа огромной величины с которыми производятся некоторые манипуляции а именно берутся там берут берется некоторая пара фиксированных чисел после чего пишется прямая до прямая но там что такое прямая уравнение вида y равно там к x плюс b ну если мы хотим еще вертикальную честь то там соответственно уравнение самого общего вида альфа x плюс b это y плюс гамма равно нулю а значит прямая к ней будут подбираться коэффициенты вот такие вот к и b подбираться с тем чтобы вот эта точка она значит она удовлетворяла это прямой а еще дополнительно почему-то 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 окажется что эта точка исходная точка удовлетворяет еще одному уравнению одному и тому же всегда в работе этой криптовалюты вот такому я об этом уже вот здесь в этих стенах чуть-чуть начал говорить на предыдущей лекции посвященной великой теории фирма вот что есть такое некое уравнение вот такое вот конкретное уравнение y квадратом на x q плюс 7 и что это уравнение не больше не меньше как управляет всей системой криптовалюты bitcoin во всем мире если вы понимаете как ведут себя его решения то вы понимаете в общем можете понять у вас есть по крайней мере возможность в дальнейшем разобраться в том что такое электронная подпись как вообще все это функционирует вот начинать надо с вот такого уравнения и если вы посмотрите внутрь этих серваков то вот эта точка b а будет ему удовлетворять из которой мы вот эти серверы исходят из некоторой точки где-то там ее поймали получили вот она ему удовлетворяет но не всегда в прямом смысле а скорее удовлетворяет следующем смысле что если вычислить b квадрат а потом а в кубе плюс 7 то здесь будет не точное равенство а сравнимость по модулю некоторого гигантского безумного по длине простого числа какого-то простого числа p там не знаю которое может состоять из 100 знаков например что значит сравнимость по модулю это значит что на самом деле b квадрат минус а в кубе минус 7 делится на это простое число p ну в некоторых случаях будет оказываться что просто равно нулю это выражение тогда исходная точка она является решением даже самого уравнения y квадрат равно x кубе плюс 7 в этом случае конечно при любом p будет выполняться и такое соотношение тоже но иногда будет оказываться что на самом деле разность только делится на p но не равна нулю тождественно и вот дальше вот это уравнение тоже если подставить в него вот эти b и а тоже обнаружится что вот это вот верно по модулю того же самого огромного безумного числа p то есть b минус k минус b большой минус k минус b маленько делится на это p и дальше еще там некое условие которое чуть позже про которое расскажу условия дискретного касания я не буду в данную секунду это объяснять в общем это не просто эта точка лежит на этой прямой она еще лежит в каком-то смысле вот она так сказать как вот если бы это были вещественные числа обычные то эта прямая касалась бы вот этой кривой в данной точке ab вот и дальше после того как это прямую вот этот вот y подставляют в это уравнение получается некое уравнение на x при уже найденных k и b коэффициентах где-то там серваке нашли коэффициенты k и b получается некоторое кубическое уравнение у кубическое уравнение часто бывает три корня ну а в данной ситуации уж точно будет потому что у нас вот это а b она как бы будет вот это а будет кратным двукратным корнем этого уравнения где-то еще на периферии будет какой-то еще корень корешок такой и вот этот корешок будет обозначать какую-то новую точку которая тоже будет удовлетворять этому уравнению по модулю этого огромного числа п вот это а и b имели там например по 100 знаков эти а штрих бешных могут иметь уже по 200 знаков в своей десятичной записи поэтому не угадать никак либо иначе вычислить эту точку нельзя кроме как зная всю эту процедуру ну и вот на этом на том что речь идет о безумно страшно там невообразимо больших числах и построен весь механизм шифрования современного которое не взламываем в отличие от предыдущего его практически нереально взломать вот так что эллиптические кривые связаны со всем кодированием шифрованием которое на сегодня присутствует в сфере ну во всей сфере банковской вообще где угодно это первое но лично я с ними познакомился это как бы такая это мотивация для любителей так сказать для любителей криптовалюты и проги и прочего но для меня мотивация эллиптических кривых была в другом давайте оставим здесь вот это уравнение биткойна вот остальное сотрем для меня мотивация была в некоторой совершенно удивительной школьной задачи так синий не пишет а можем несколько которые надежно пишут разноцветные красный да так отлично красный пишет у меня просто будет много рисуночков если бы может быть побольше цветов мы раздобыли зеленый наверно плохо будет виден но хорошо пока так вот вот и значит задача после которой я познакомился с эллиптическими кривыми она была следующей дан треугольник если он тоже не пишет дан треугольник и у него ну давайте назовем его abc допустим вот и у него проведены бисектрисы опа опа ну и как вы знаете все естественно в одной точке пересекаются всегда и обнаружилось что вот этот вот треугольник который здесь возник б штрих там c штрих а штрих равнобедренный внезапно он равнобедренный у него вот эти вот две стороны равны друг другу вопрос следует ли из этого следует ли из равнобедренности треугольника а штрих б штрих ц штрих равнобедренность исходного треугольника abc эта задача была в сборнике задач по планиметрии великого геометра Игоря Федоровича Шарыдина и потом она перекочевала там еще некий там какой-то сборник самых блестящих задач по диаметрии ответ удивительный ответ как вы догадываетесь нет иначе было бы неинтересно то есть ответ такой бывают случаи когда исходный треугольник не является равнобедренным а треугольник в основании бисектрис является равнобедренным то есть он это свойство приобрел понятно что если бы исходный был равнобедренный то естественно был бы равнобедренным и тот который в основании бисектрис Это понятно. А вот то, что возможна ситуация, когда этот неравнобедренный и этот равнобедренный, вот это было удивительно. Шарыгин описал все такие треугольники аналитически. И аналитически, то есть он дал некоторые оценки, ну, во-первых, он вывел уравнение на стороны этого треугольника, на стороны, пусть там у нас, например, ну давайте АБ равно А маленькое, БС равно Б маленькое, АС равно С маленькое, вот так будет. То есть снизу С, а слева и справа А и Б. А и Б будут симметричны здесь, если я нарисую такую же в ту сторону, будет, конечно, все то же самое. То есть вот эти вот стороны симметричны, да, а эта сторона играет особую роль. Она внизу, из нее как раз вот эти вот равные отрезки исходят. Вот, и Шарыгин написал уравнение, которому должны удовлетворять числа А, Б и С для того, чтобы этот треугольник, не будучи при этом равнобедренным, оказался вот именно таким. Оказывается, что необходимым условием является вот такое, необходимым и достаточным условием в случае, значит, неравенства этих, попарного неравенства этих чисел будет такое. А делить на Б плюс С плюс Б делить на А плюс С равняется С делить на А плюс Б. Вот такое вот забавное, спасибо огромное, спасибо, такое забавное условие, чрезвычайно красивое и симметричное. И оно как раз и задает условие на то, что этот треугольник Шарыгинский, как с тех пор его начали называть. Вот, то есть в этом случае вот эти вот стороны будут равны. Спрашивается, какие ограничения на, ну, какие-то параметры этого треугольника это влечет, вот это вот условие. Оказывается, очень сильные, в частности, вот этот угол всегда для этого должен быть тупой, во-первых, тупой, а во-вторых, примерно от 102 до 104 градуса. Вот он, ну, там, 102,5 и 104,8, кажется, в общем, тут диапазон значений вот этого угла вот такой, его едва рассмотришь под микроскопом, 2 градуса всего с небольшим. Любой треугольник, который обладает этим свойством, у него угол при вершине B попадает в этот диапазон, то есть такой, чуть-чуть отличающийся от прямого в тупую сторону, конкретно вот между ними. Вот, дальше Шарыгин умер, но завещал нам вопрос. Как придумать явные примеры, явные примеры шарыгинских треугольников? То есть он что сделал? Он только доказал, он лишь доказал, что это уравнение совместимо с условием неравенства треугольника, то есть с положительностью ABC и тем, что C меньше A плюс B, A меньше B плюс C, B меньше C плюс A, то есть что вещественные решения существуют, а следовательно, шарыгинские треугольники тоже существуют, но это означает, что как бы можно приближенно на компьютере как-то там его посчитать. Но это, блин, это как-то, не знаю, но это некрасиво, правда? Хотелось бы что-то явное, абсолютно явный пример в каком-то смысле. Ну, дальше возникла фольклорная олимпиадная задача, из которой вытекало, что эти стороны, если равны каким-то страшным корням, из чего-то там из 17 минус корень из 2, там что-то такое. В общем, из некой олимпиадной задачи вдруг выпрыгнул треугольник шарыгина, у которого стороны выражались некими выражениями с корнями. Не очень сложными, но, тем не менее, содержащими различные корни из различных чисел. Ну, что-то такое, уже это первый шаг, да, первый шаг к тому, что мы хотим, но еще как бы далеко не окончательный. Причем я не могу установить авторство этого примера, потому что его приписывали Павлу Кожевникову. Мне сказали, что этот пример придумал Павел Кожевников. Когда я с Пашей поговорил, он категорически это отрицает. Либо у него склероз, он придумал пример и забыл сам, что придумал. Либо авторство, значит, подвисает, неизвестно. Но потом возникла еще одна совершенно потрясающая картинка, уже совсем я не знаю, с чьим авторством. Значит, картинка такая. Рассмотрим правильный семиугольник. Правильный семиугольник. Тогда муторными вычислениями с помощью комплексных чисел, либо очень красивой картинкой, но сложнейшей, с чистой геометрией, без единого вычисления, можно доказать, что нарисованный мною треугольник Шарыгинский. Иными словами, вот вам совершенно конкретный пример. Сторона, диагональ маленькая, диагональ большая у правильного семиугольника обладают этим свойством. Вот этот треугольник будет равноведренным. Это вызвало большой фурор. Ну и как бы к этой задаче еще большее внимание было привлечено, и был поставлен окончательный вопрос. Существуют ли целочисленные треугольники Шарыгина? То есть такие, что все три числа А, В и С являются целыми. То есть стороны треугольника выражаются целыми числами. Те, кто были на моей прошлой лекции, которая проходила в нормальном, человеческом, естественном формате, с огромным количеством народа вот здесь, в зале, правда, в другом зале. Те помнят, как мы вычисляли, да? Мы вычисляли все пифагоровы тройки, да? Мы решали такую задачу. Найти все целочисленные решения уравнения пифагора. То есть иными словами, мы хотели найти все треугольники с целочисленными сторонами и прямым углом. Задача, значит, о пифагоровых тройках. И она была решена нами там за полчаса. Так вот, в данном случае эта задача оказалась гораздо сложнее и требует хорошего лекционного курса для студентов, там, из нескольких лекций. И тем не менее, ответ опять внезапно да, положительный, существует. И сейчас я вам, вот загадка за загадкой, да? Сейчас я вам выпишу первое решение, самое маленькое. Сейчас мы это сотрем. И я вам выпишу первый, самый маленький пример такого треугольника целочисленными сторонами. Первый и самый маленький. Здесь будет записано уравнение вот это немножко в другом виде. Так, пока не буду вот это стирать. Я напишу пример. Мне пришлось его записать на бумагу, потому что запомнить его невозможно. Внимание, самый маленький пример задается длинными сторон. 18 миллионов 800 тысяч 081. 1 миллион 481 тысяч 089. 19 миллионов 214 тысяч 131. Вот эта тройка целых положительных чисел является первым решением у этой задачи в целых числах. Самым маленьким. Ну, например, самым маленьким относительно параметра С, самой длинной стороны. Но на самом деле ни одного треугольника, судя по всему, вообще нет. Ну, я так точно это не утверждаю. Но кажется, нет ни одного, у которого хотя бы одна бы сторона была меньше. Ну, то есть это вообще история совершенно поразительная. Сергей Маркелов, который мне рассказал эту задачу, он запустил поиск среди всех целых чисел от 1 до 1 миллиона. Он в 1996 году запустил поиск перебора всех троек АБЦ от 1 до 1 миллиона, независимого перебора 10-18 комбинации, 10-6 в кубе. И после двух месяцев напряженной работы компьютер выдал, что нет таких решений, меньше миллиона. Но он почему-то все равно был уверен, что решение должно быть. И он придумал, перепридумал метод диафанта, о котором я сегодня буду рассказывать. И на основании этого метода диафанта он таки нашел вот это решение, о котором, видите, они все больше миллиона, все до единого. И это самое маленькое. Ну, и дальше встает вопрос, существуют ли еще какие-нибудь. И окончательный ответ, в общем, был дан, когда мы в нее хорошо впряглись в эту задачу, вместе с Игорем Нитаем. Ну, короче, было доказано, что существует бесконечное множество таких треугольников. Бесконечно много. То есть, так же, как в Пифагоровах была целая серия, описываемых некоторой формулой. Также здесь можно, формулы здесь нет, но здесь есть совершенно конкретный алгоритм, который будет выдавать все больше и больше и больше значения длин сторон. Ну, вот там компьютер, запущенный на этот алгоритм, уже довольно медленно работает, когда длинные стороны становятся 200-значными или 300-значными. Но, тем не менее, доказано строго, что целочисленных шарыгинских треугольников бесконечное количество. Идем дальше. Идем дальше. И я хочу рассказать про еще две задачи, которые связаны с эллиптическими кривыми напрямую. Ну, одна из них просто сформулирована уже, как решить некоторые уравнения, являющиеся эллиптической кривой. Я еще пока не сказал, что такое эллиптическая кривая. Это я скажу чуть позже. То есть, мне проще сказать, что это примерно вот такая кривая. То есть, кривая третьей степени, которую можно привести вот к такому, примерно такому виду. Ну, я, значит, скажу именно к какому сейчас. Значит, Эйлер рассматривал два уравнения. Вроде даже и до него кто-то рассматривал. Я уже не помню. Сейчас в источнике математически вдаваться не буду. у квадрат равно х в кубе плюс-минус один. Эта задача формулируется так. Можно ли найти соседние куб и квадрат? Ну, чуть-чуть подумав, каждый из вас пример в положительных числах найдет. Два и три. Два в кубе это восемь, а три в квадрате это девять. То есть, один такой пример, безусловно, есть. И это, например, с плюс один. То есть, значит, вот у нас есть такое решение. Три квадрат равно два в кубе плюс один. Но, ну, Эйлер, я не помню, дорешал он его или не дорешал. Но впоследствии оба эти уравнения были решены. И ответ я сейчас дам в универсальном виде. Значит, я, ответ к этой задаче такой, что это единственное решение, единственное. То есть, единственный случай, когда куб отличается от квадрата на единицу, это случай, когда вот это куб, а это квадрат. Но есть и более сильные утверждения, которые доказаны всего лишь в 2002 году. Вот только-только, да? То есть, я был уже взрослым молодым человеком, да? Мог бы и сам доказать, да, если бы владел этими методами. Гипотеза Каталана доказана. Гипотеза Каталана стала теоремой. Вот. А гипотеза была такая, что если х, у, з и т больше нуля целые числа, и при этом х степени у минус з степени т равно 1, то есть, если где-то существует, если есть 4 числа, да, такие, что вот эта степень это почти равно этому степени это, отличаясь на единицу, то есть, если две степени в натуральном ряду, две степени отличаются на единицу, то что бы вы думали? То х равно т равно 3, а у равно z равно 2. То есть, что это вот этот случай, только он. Это единственный вообще случай, когда две разные степени отличаются на единицу. Но это уравнение более, как бы это уравнение экспоненциальное уравнение. Тут еще и показатели должны перебираться. Это не диафантово уравнение, это экспоненциально диафантово. То есть, здесь не многочлен, строго говоря, мы степени тоже перебираем. Ну и вот эта вот гипотеза Каталана, она стала теоремой, она доказана, то есть, в натуральном ряду нет никакой пары соседних степеней, кроме как 3 квадрат и 2 в кубе. Вот, это такое совершенно замечательное достижение 2002 года, но все-таки вот эта вот, вот эта часть к эллиптическим кривым не относится. Эллиптические кривые – это что-то степени 3. Ну, я потом скажу, что именно степени 3. Вот. Ну и, ну и, ну и, ну и, последний пример, очень похож на вот этот, и я прям подскочил, когда мне его показали, стираю вот это вот, каталановское стираю, потому что, значит, то, что она не эллиптическая, а? А, угу. Ну, да, сейчас. Вот это вот нормально стирает, по крайней мере, совершенно. Вот. И четвертая задача, четвертая задача, это задача про ребят на дне рождения. Я как ее увидел, я сразу вот эту вот тут же вспомнил, она очень на нее похожа. А задача такая. Пришли мальчики и девочки на день рождения, три мальчика и три девочки. Девочки принесли груши, яблоки, ну, три корзиночки принесли, да, а, 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 и бананы. Вот, девочки хозяйственные купили и принесли на день рождения груш, бананов и яблок. А что сделали мальчики? А мальчики начали заниматься математикой. Они посчитали количество груш, обозначили за А, количество яблок обозначили за Б, и количество бананов обозначили за С. И один из них, самый смекливый, вдруг обнаружил, что А делить на Б плюс С. Плюс Б делить на А плюс С. Плюс на этот раз С делить на А плюс Б. То есть, иными словами, количество груш делить на суммарное количество оставшихся фруктов, плюс количество яблок делить на суммарное количество оставшихся фруктов, плюс количество бананов делить на суммарное количество оставшихся фруктов, Равно 4. Вот так вот именно 4 почему-то решили. Посчитали и увидели, что 4. Физик должен здесь написать, докажите, что мальчики ошиблись. Физик должен доказать, докажите, что мальчики ошиблись, но это физик. А математик спросит по-другому. Поэтому существуют ли такие А, В и С, то есть такие количества груш, яблок и бананов? Существуют или нет? Сейчас поймете, почему это одно и то же. Потому что если эта задача решать примерно теми же методами, какими решали эту, решаются и это, и решается это, если решать ее такими же примерно методами, то выяснится, что да, существует. Но выражается самое меньшее восьмидесятизначными числами. То есть существует, самое маленькое решение, это задача в положительных целых числах, имеет восемьдесят знаков. То есть это как бы миллиард, миллиардов, 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 миллиардов. Вот примерно такой порядок у этих чисел. Понятно, что ничего на свете вообще не может выражаться числами такого размера. Это больше, чем атомов водорода во Вселенной. Больше, чем вообще всех, я не знаю, этих самых элементарных частиц во всей Вселенной. Это больше, чем все, что в принципе можно представить. И вот, тем не менее, это первое решение. Понятно, что столько яблок, водонавр и апельсин не только на Земле, но и во всей Вселенной не растет, потому что даже атомов столько нет. То есть физик скажет, что таких чисел не существует, поэтому решения нет. А математик скажет, нет, решение есть, вот оно, вот такое, вот это самое маленькое решение, скажет математика. Ну и оба будут правы, естественно. Ну вот, после такого обширного введения я расскажу самое главное, что нужно знать и понимать про эллиптические кривые. Самое главное. И что откроет вам ключ ко всем этим задачам одновременно. Значит, ну прежде всего определение, правда? Прежде всего определение. Я пока вот это не буду стирать, потому что из определения не будет понятно, почему вот это и это тоже эллиптические кривые. Поэтому я вначале дам определение. Так, я сотру вот это. Ну давайте оставлю из этих двух вот это. Про это будет все то же самое. То есть я потом покажу, почему на самом деле вот это уравнение, оно практически эквивалентно некоторой эллиптической кривой тоже. Это мы сохраняем, это мы стираем. Ну давайте пока для простоты через x и y, потом немножко о комментариях про то, почему здесь переменных 3, а здесь всего 2. Вот это вот я дам некий комментарий. Вот. Значит, и так. Вот если я напишу некое уравнение от x и y, но только кубической, не более чем кубической степени. То есть, ну как бы все уравнение будет максимум содержать кубы. То есть какой-то многочлен третьей степени приравняя нулю. f от x и y равно нулю, где x и y третьей степени. Тогда давайте посмотрим, как выглядит совершенно произвольное уравнение этого рода. Совершенно произвольное. Оно выглядит следующим образом. Значит, а умножить на x кубе плюс bx квадрат y плюс cxy квадрат плюс dy кубе Это я перечислил все кубические члены в нем. Плюс е я почему-то не пишу. Почему я не пишу е? Но я думаю, что те, кто нас слушают, понимают, почему я не пишу е. Е это специальное число в математике, его нельзя так же написать, как и число пи здесь. Здесь нужно написать следующее число, иначе будет путаница. f x квадрат, g x y, h y квадрат. Не хватает оставшихся линейных членов, например, k x плюс l y плюс n. И вот это вот я приравняю нулю. То есть вот вы любите решать там квадратные уравнения от одного переменного, или не любите их решать, но вас их заставляют решать в школе. Вот, и там всего 3. Идет там x квадрат плюс bx плюс c. И уже столько возни и геморроя. А здесь мало того, что оно не квадратное, а кубическое, да? Оно еще и от двух переменных x и y. Как же вообще можно хоть что-то про него сказать, если оно такое сложное? Как? Ну вот оказывается, что можно. И очень много чего. И что изучение таких уравнений ведет нас в самые сокровенные тайны арифметики. И в частности ключ от теоремы Ферма Великой, он именно здесь и содержится. А также ключ от шифрования, ключ от всех этих задач. Ну, прежде всего, для того, чтобы это задавало эллиптическую кривую, мало того, чтобы это было просто кривой третьей степени. Требуется, чтобы оно, вот это уравнение, должно быть невырожденным. Сейчас я немножко попробую объяснить, что это такое невырожденное. Но точный смысл этого раскрывается в линейной алгебре на первом курсе. Но я приведу одно из условий, вот одно из условий, необходимых для невыроженности, стоит то, что это уравнение не может быть произведением линейного и квадратичного. То есть это не может быть произведением какого-то уравнения прямой и какого-то уравнения квадратного вида. Это сигма икс квадрат плюс там дельта какая-нибудь икс и игрек плюс, сейчас проверим, насколько я помню эти буквы, да? Ну, допустим, мюшка икс плюс нюшка и игрек плюс тау. Вот, отлично. Родил на заказ 9 греческих букв. Вот, и нужно, чтобы вот это уравнение не представлялось в виде произведения, ну, просто не было равно вот такому произведению. Но здесь, видите, здесь, на самом деле, одна из буквок может быть лишней. Мы можем поделить на одно и то же число все коэффициенты, и понятно, что множество точек на плоскости, задающихся вот таким вот уравнением, оно от этого не изменится нисколько, если я поделю все на одну буковку все. Поэтому определяется с точностью до, так сказать, домножения на константу. Ну, и здесь тоже, на самом деле, не 3 параметра, а 2, и здесь не 6, а 5. Вот, здесь 9 параметров, здесь 2 параметра, здесь 5. Здесь 7 параметрическое семейство, здесь 9 параметрическое. То есть вырождение наступает, ну, как бы редко, очень редко. Так это нужно сильно постараться, чтобы попасть в него. Но, тем не менее, если кривая вырождена, она уже не может быть эллиптической. Есть еще одно дополнительное условие. Оно связанное там с частными производными, которые берутся по x и y, как они себя ведут. В общем, иными словами, кривая не должна иметь вот таких вот неприятных форм нигде. Она должна быть такой гладенькой. В общем, я не буду формулировать это условие, скажу, что она должна быть невырожденной в некотором точном смысле слова, которое вы узнаете в линии алгебры позже. И если она такова, ну, дальше, значит, вопрос такой, а какие у нее есть решения? Ну, вот у такого уравнения комплексные решения будут всегда. Это следует, в общем-то, из основной теоремы алгебры. Интереснее, когда у него будут целые решения, целочисленные, да? Но при этом, конечно, задавать такой вопрос имеет смысл только если исходные вот эти вот буковки были целые. Или рациональные тоже. Мы можем спросить про рациональные решения, а буковки по-прежнему будем считать целыми. Мы, конечно, можем считать буквы и рациональными, но тогда, домножая на общий знаменатель, мы его можем убить, и в результате буквы станут целыми. То есть рассмотрение вот таких уравнений с рациональными наборами вот этих коэффициентов, это то же самое, что рассмотрение таких уравнений с целыми наборами. Потому что домножение на общий знаменатель не меняет множества определяющегося этим уравнением. Ну, вот теперь вопрос, как на плоскости могло бы выглядеть соответствующее, значит, множество точек. Ответ такой. На самом деле, хитро придуманным преобразованием, возможно, с дробями, там, х новое равно какой-то комбинации, там, альфа х плюс бета у плюс что-то, там, делить на альфа штрих, давайте, альфа один, бета один, гамма один, альфа два х плюс бета два у плюс гамма два у штрих тоже задается какой-то такой вот дробью. В общем, некими такими дробно-линейными преобразованиями выясняется, что такую вот кривую, да, ее можно освести к виду, который будет иметь, ну, вот, который будет вот таким, то есть почти таким. Он будет лишен всего, кроме, в новых координатах, это будет выглядеть как у квадрат равно х кубе плюс какая-нибудь буковка, ну, ладно, какую-то букву придумать нам сейчас. Каких мы букв не… ну, p, да, нет, p было, r, 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 x плюс s. Вот, вот к такому виду, где, значит, r и r, r – это целые числа просто, может быть приведена любая такая кривая, только при одном маленьком еще дополнительном условии, что существует хотя бы одна точка x0, y0 с целыми координатами, которая при подстановке сюда дает 0, то есть точка на этой кривой, на вот этой множестве точек, существует какая-то точка с целыми координатами, вот, извините, рациональными, рациональными, достаточно даже этого. Если есть какая-то точка с рациональными координатами, то мы можем вот такое уравнение привести к вот такому виду, изучать уже его, ну, а мы как, мы будем интересоваться именно наличием рациональных или целых точек, да, рациональных или целых точек, ну, и вот наличие рациональных точек вот здесь и после такой замены, ну, почти одно и то же, кроме того, что мы должны следить за обнулением знаменателей. Вот. То есть, иными словами, это фактически вот такие вот кривые, и если вы в каком-нибудь пакете математическом ведете разные буковки Р и С, и посмотрите, что за множество у вас будет рисоваться на плоскости, когда вы будете это делать, то у вас будут примерно вот такие вот, значит, могут быть вот такие варианты, могут быть прямо вот такие варианты гладенькие, могут быть варианты прямо даже вот такие. И, стоп, сюда за ворота не будет. Могут быть варианты и вот такие. В общем, во всех случаях будет две такие асимптоты вниз и вверх, но это вот из этого вот довольно легко понять из-за того, что доминирующая степень здесь вот y квадрат равно x кубе. Вот. Оно будет, ну, оно не будет как асим туда выходить, оно будет вот так вот туда стремиться, как бы все больше и больше нагибаясь к бесконечности. Ну и вот, может быть, иногда из двух частей состоять, может быть, из одной части состоять. Это будет, как вам повезет, по-разному будет проходить. Ну, типичная прямая будет перетекать вот эту вот кривую там в одной или в трех точках. Потому что, если подставить уравнение прямое в такое уравнение, ясно, что получается кубическое уравнение относительно x. И по теореме Виета, простите, младшие школьники, если кто-то нас слушает, корней будет как раз три, ну, по крайней мере, не больше трех. Вот. Значит, хорошо. И как же их теперь изучать? И вот сейчас, собственно, наступает ключевой момент, самое главное, что сегодня я хотел вам рассказать. Как их изучать и как искать на них рациональные точки. Про целые это отдельная история совсем уж сложная, а про рациональные сейчас расскажу. Но прежде, давайте эту картинку сохраним, прежде я скажу, а что вот с этим уравнением делать и с фруктовым уравнением, которое у нас тоже было. Что? Что с этими уравнениями сделать нам? А эти я, кстати, пока оставлю, потому что я на этом примере буду показывать, что у нас происходит. То есть сейчас вот x кубик плюс один будем изучать, но прежде я… А, и к этому, может быть, тоже, если останется у нас время, я думаю, что где-то до 10-6 мы можем вполне работать. Вернемся и к биткоину тоже к концу. Вот, к концу занятия. Кривой биткоина, точнее. Так вот, оказывается, что это уравнение, если его теперь помножить на произведение а плюс b, b плюс c и c плюс а, и c плюс а, а плюс b, b плюс c и c плюс а, оно приведется тоже к кубическому. Проверьте сами это упражнение. Приведите это уравнение к виду, который я сейчас напишу. То есть сами попробуйте это сделать. Домножьте на эти все. Получится что? На самом деле уравнение такое. c в кубе плюс c квадрат умножить на а плюс b равно c на а квадрат плюс а, b плюс b квадрат плюс а в кубе плюс а, b квадрат плюс b в кубе. Вот такое вот замечательное, красивое, симметричное уравнение. И есть уравнение Шарыгина на шарыгинские треугольники. Ну, с некоторым но. Например, а равно минус c здесь не допускается. А здесь, пожалуйста, можно подставить а равно минус c. И может даже оказаться, что при некотором b это будет решением. То есть тут на самом деле у этого уравнения гораздо больше решений, чем у этого. Потому что любое решение этого является решением этого. Но обратно неверно, потому что мы можем выходить на знаменатели равные нулю. И эта досадная тонкость, тем не менее, нас совершенно не страшит. Заметим, что здесь три переменных, а здесь две. И что на самом деле кажется, что здесь вот чего-то тут не хватает на самом деле нам. Вот в этом, этой кривой хочется ее до бесконечности туда продлить наверх и через бесконечность снизу замкнуть на эту. И это правильно, что так хочется, так и надо делать. На самом деле, если я здесь поделю на c в кубе, то я получу уравнение уже очень похожего вида. Просто теперь как бы вместо y и x у меня будут а и b. То есть я делю на c в кубе и заменяю а делить на c на x, а b делить на c на y. И у меня получается уравнение 1 плюс x плюс y равно x квадрат плюс x у плюс y квадрат плюс x кубе плюс x квадрат плюс x у квадрат плюс y кубе. То есть мы получили уравнение вот такого вот вида f от x у равно нулю. В третьей степени все 10 коэффициентов равны плюс-минус единицам здесь. То есть оно превратилось в то, что мы уже знаем. Про него проверяется легко, что оно неразложимо. Ну как там нужно взять некие производные. И соответственно тоже приводится к некоторому виду там y квадрат равно x кубе. Если мне не изменяет память, минус 7x плюс 32 что ли. Ну что-то вот с помощью замены переменных в новой системе координат будет что-то вот в таком виде. То есть что-то классического вида эллиптической кривой будет нарисовано что-то на плоскости. То есть ее можно изучать теми же методами. И кривую, связанную с яблоками, тоже. С яблоками, бананами, апельсинами. Теперь как же с ними работать? Давайте поработаем с эйлеровской кривой, где написано плюс 1. Нарисуем ее. И я покажу, как по одним решениям строятся другие. Именно этим, в общем-то, и занимаются вначале при изучении эллиптических кривых. То есть берутся одни решения и по ним строятся новые решения этого же самого уравнения. Прием секущих диафанта и касательных диафанта. Все диафанта. Кстати, кто был здесь на прошлой лекции, те отлично помнят, как мы с помощью секущих диафанта раздолбали пифагоровые тройки. Секущие диафанта возникают снова. Они и эллиптические кривые тоже, так сказать, раздалбывают. Ну, эллиптические кривые, они, орешки более, ну, крепкие, что ли, они так просто не раздалбываются. Там возникает много моментов тонкостей. Итак, я рисую вот эту кривую. Давайте поугадываем некоторое количество точек. А еще лучше мы не будем даже ничего угадывать. Мы сейчас возьмем нашу точку 2, 3, которая тут явно есть. Точка 2, 3. Вот сейчас посмотрим, смогу ли я сделать кое-что, не ошибившись в своих вычислениях. Вот эта кривая проходит через точку 2, 3. Несомненно, 3 квадрат равно 2 в кубе плюс 1. Вот она. Значит, соответственно, ну, под каким-то углом. Сейчас будем вычислять под каким. Как вычислить угол, да? Как вычислить угол? Так, все, кроме 11-классников, простите, сейчас я буду брать производные для простоты. Ну, y квадрат равно x кубе плюс 1, значит, y равно корень x кубе плюс 1, да? Ну, по крайней мере, со знаком плюс, если это здесь. Со знаком минус, если симметричная точка будет. 2 минус 3 тоже, на самом деле. Вот эта кривая, она явно симметрична. Она должна быть относительно, я куда-то, наверное, все-таки слишком много отсчитал. Ну, вот здесь живет где-то точка 2, 3. А, соответственно, здесь 2 минус 3. И она тоже должна жить на нашей кривой, потому что квадрат, возведение в квадрат, минус съедает. Ну вот, и теперь, значит, я хочу выяснить наклон. Вот я знаю, что уравнение вот в районе этой точки выглядит вот так. Как узнать наклон? Тангенс, тангенс угла наклона. Как мне его узнать? Взять производную. Это все скольники, одиннадцатиклассники уже, наверное, умеют делать. Ну, как взять производную от корня, да? 1 делить на 2 корень из х кубе плюс 1 умножить на 3х квадрат. Правда? То есть, иными словами, 3х квадрат делить на 2 корня из х кубе плюс 1. Вот я производную взял. Теперь надо при х равно 2 ее вычислить. Посмотреть, чему будет. При х равно 2 это даст... Тангенс угла наклона. Тангенс нашего угла наклона равный 3х4 квадрат делить на 2х корень из... Ну, это 3 как раз тоже, потому что это... То, что под корнем, это y стоит. Будет 3. Но 3, 3 сокращается, да? Ой, 4 квадрат. 2 квадрат. И 2 сокращается. В общем, получается 2. То есть, на самом деле, здесь наклон равен 2. Наклон равен 2, это значит, что точка, она, значит, вот у меня 1, 1, 1, 1, 1. Вот так она пройдет через вот эту точку, да? И пойдет вот сюда, вот в эту точку. И продолжит свою... Вот эта прямая будет касательной, касательной к нашей кривой. Вот кривая как-то пойдет здесь то ли так, то ли так. Это я пока не знаю. Я как-нибудь нарисую, да? Потом мы ее дорисуем. Так вот, я теперь провожу прием диафанта. Называется касательная диафанта. Вот у меня эта прямая. Она прижимается, притирается к кривой. y квадрат равно x кубе плюс 1. Я подставляю ее уравнение. y равно 2x плюс что-то. Плюс что-то. Ну вот, в данном случае очевидно, что минус 1, потому что она проходит вот через эту точку, через эту. То подставляем x равно 2, получается y равно 3, как раз туда, куда надо. Ну и можем проверить себя, что при x равно 0 получается минус 1. Вот, то есть y равно 2x минус 1. Мы теперь подставляем вот сюда. Подставляем. Что же мы получаем? 2x минус 1 в квадрат равно x кубе плюс 1. Что же это нам даст, когда я, значит, ну, вот я возведу. А, да, сейчас 2x минус 1. Да, все правильно. y квадрат равно. Так. Что у меня будет здесь? 4x квадрат минус 4x плюс 1 равно x кубе плюс 1. x равно 0 уже должен быть корнем. Все было абсолютно правильно, я просто не туда смотрел. Корнем будет x равно 0. И оно действительно им будет. Значит, в этом уравнении после сокращения единицы x равно 0 является корнем. Но на самом деле у нас еще 2 корня, они склеены вот в этой точке. x равно 2. Двойной корень. Ну, то есть, иными словами, если я напишу уравнение x кубе минус 4x квадрат плюс 4x, то да, конечно, это x умножить на x минус 2 в квадрате. Почему я тормозил? Непонятно. Видимо, коронавирус виноват. После коронавируса происходит некоторая амнезия головного мозга. Да, ну все, нет, все правильно, все хорошо и совершенно верно. И у нас получается, что x равно 2, это двойной корень, что и соответствует тому, что здесь идет касательное. А x равно 0, это однократный корень. x равно 0, это x равно 0, а y равно минус 1, да, y равно минус 1. Это действительно решение этого уравнения. Минус 1 в квадрате это 1, 0 плюс 1 это тоже 1. Значит, действительно, мы попали в третье решение такого уравнения. y квадрата на x кубе плюс 1 должна как-то извернуться, чтобы пройти через эту точку. Но раз она через это проходит, она и через это проходит, потому что она симметричная. То есть она на самом деле изгибается вот так, она идет сюда. А куда она дальше идет? Если y равно 0, то чему равно x? x кубе равно минус 1, то есть x равно минус 1, поэтому она идет сюда. Если аккуратно проверить, выяснится, что она вот так вот здесь вертикально касается. Вертикальная такая. И дальше, заворачивая, идет вот сюда. Иными словами, зная, что вот эта вот точка является двукратным корнем соответствующего уравнения, мы берем третий последний корень, то есть решаем это уравнение относительно x. x равно 2, у нас двукратный корень. Третий последний корень равен 0, что действительно соответствует тому, что на этой кривой по x равно 0 и y равно минус 1, эта прямая еще раз ее пересечет. И вот так будет всегда, если я провожу касательную, вот если я к этой синей кривой провел касательную в этой точке, это означает, что у соответствующего кубического уравнения, когда я напишу уравнение касательной в этой точке и подставлю его в уравнение вот этой вот синей кривой, у меня возникнет третья точка пересечения, одна и только одна еще точка пересечения. Потому что из-за теоремы Виета, если многочлен с рациональными коэффициентами имеет два корня, да, уже два корня он имеет, вот у нас двойной здесь корень, то он будет иметь еще и третий корень, потому что сумма корней должна быть равна коэффициенту при x квадратном со знаком минус. Но еще есть второй метод диафанта, метод секущих, то есть вот этот метод касательных диафанта, есть еще метод секущих, когда я провожу прямую через две какие-то точки, то есть провожу ее через, ну как бы два, вот у меня есть два разных решения от уравнения, я провожу через них прямую, ну вот например здесь, посмотрим, куда вот такая прямая уйдет, сейчас уже будем больше себе доверять, я как-то себе не доверял, все было правильно, просто я неправильно интерпретировал, будем себе больше доверять. Сейчас попробуем, сейчас я расскажу про второй метод диафанта, который позволяет по двум точкам с рациональными координатами получить третью. Значит, как он действует? Действует он следующим образом. Мы проводим прямую через две вот такие вот точки, ну в данном случае эта прямая угадывается легко, и эта прямая у равно х плюс 1, несомненно, да? Вот наклон, при х равно 0 будет 1, при х равно минус 1 будет 0. Она явно проходит через эти две точки, вот, и при подстановке должна дать нам какую-то третью точку. Давайте подставим, посмотрим. у квадрат это х квадрат плюс 2х плюс 1, равно х кубе плюс 1. Так, стираем единичку, получается уравнение х кубе минус х квадрат минус 2х равно 0. Дальше что мы знаем? Мы знаем корень х равно 0, и у него поэтому можно сократить на этот х, будет х квадрат минус х минус 2 равно 0. И мы знаем еще один корень, х плюс, вот он, минус единичка, это корень, поэтому на х плюс 1 это все должно делиться по теореме Виета. Ну и видно, что будет х плюс 1 умножить на х минус 2 равно 0, то есть третий корень, третий корешок равен 2. То есть, иными словами, мы просто попали в ту же самую точку, которую уже использовали, только уже не под углом с тангенсом 2, а под углом с тангенсом 1, под углом 45 градусов. Вот так вот на самом деле все это устроено. То есть, исходя из пары вот этих двух точек, то есть это мы угадали, эти две угадали, можно сказать даже, что это получили с помощью касательной В этой. Мы получили вот такая вот у нас ситуация, что прямая проходящая, вот берем эти пять точек, пять вот этих точек, да? Прямая, касающаяся здесь, проходит через эту, прямая, касающаяся здесь, естественно, по симметрии пройдет через ту. Прямая, проходящая через эти две, упрется вот в эту, прямая, проходящая через эти две, упрется в ту. Новых точек мы никак не получаем уже, да? Не видно, как бы их получить. То есть, какие я еще не задействовал пары точек. Эта пара точек даст ту же второй раз, то, что здесь касательная, эта пара тоже ту второй раз. Ну и, в общем, не видно здесь никаких больше возможностей получить новые точки. Касательная в этой точке, на самом деле, если аккуратно посчитать, ведет вот так себе, она параллельно Земле просто. А в этой точке она вертикальна. Эти тоже все прямые будут вертикальными. Это знал диафант. Это было известно давно. А что же стало известно совсем недавно, буквально сто лет назад? Есть такое понятие группа. Что такое группа? Внезапно начинается большая алгебра серьезная. До этого были, так сказать, намеки на появление у нас большой алгебры. Сейчас она появится. Что такое группа? Группа — это некоторое количество каких-то объектов, ну, множество, да, множество некоторых объектов, с которыми можно производить операции, с любыми двумя из них. Ну, давайте ограничим ситуацию, что у нас конечный список объектов. То есть некоторое конечное множество. Можно перечислить все его элементы. Вот так вот, элемент номер один, там, x1, x2. Это элементы просто совершенно абстрактные, да, абстрактные какие-то символы. И в определение группы входит возможность составить таблицу умножения, полностью заполнив ее теми же символами. Ну, например, x1 умножить на x4 может быть равно x2, например. x4 на x1 может быть равно x3 вместо этого. То есть здесь не действует обычного правила, что x звездочка y равно y звездочка x. Не обязательно, не обязательно. В произвольных группах этого правила нет. Но у нас будет всегда x звездочка y равно y звездочка x. Поэтому в нашем случае, вот если здесь x2, то здесь тоже будет x2, то есть мы будем рассматривать только коммутативные группы. Пока коммутативные группы. То есть просто есть некоторый набор символов, с которыми можно выполнять некую операцию. Можете назвать ее сложением, например. Не важно, как ее назвать. Вот. Важно, что она действует универсально всегда. То есть x1 звездочка x1 равно чему-то, там, например, x5. Ну, вот везде здесь заполнено все теми же самыми символами. Но это, конечно, не все. Требуются некоторые принципиальные, так сказать, есть требования к такой таблице умножения, при которой я говорю, что это множество является группой. Первое требование стоит в том, что всегда для любых трех символов, для любых трех элементов этого множества, где я ввожу операцию, x на y на z равно x звездочка yz. Вот эти вот детсадовские всякие правила, да, а перестановочный закон, сочетательный закон, вот. Они должны действовать здесь. Ну, для коммутативной группы перестановочный закон действует. Ноль, это x, значит, y равно yx. Это вот отвечает за коммутативность группы. В произвольных группах он не обязан выполняться. Вот это обязательно. Во всех группах всегда есть ассоциативность. Дальше. Существует нейтральный элемент. n, ну, равный какому-то x там с некоторым номером, да, какой-то из них. Такое, что n звездочка x всегда равен вот этому x. То есть он не меняет, этот нейтральный элемент ничего не будет менять. Если его вот сюда, например, записать, то вот эта строка просто повторяется вот здесь целиком. И, соответственно, если здесь начинать с n, то столбец повторит этот столбец целиком. То есть таблицу умножения можно угадать, найти всегда можно некоторый элемент, который никак не меняет ситуации. С кем его не спарь, он в любом порядке будет давать вот этот x. Ну, в случае с коммутативной достаточно, конечно, требует только в одном порядке. Ну и последнее. Для любого x существует нейтрализатор. Нейтрализатор, который обозначается x минус первый. Это тоже один из них. Такое, что x звезда x минус первый равно x минус первый x звезда, ой, x, да, x минус первый звезда x равно как раз этому нейтрализатору. То есть в каждой строке где-то стоит нейтрализатор. В каждой. Вот, например, если здесь стоит x8, то x8 это и есть x минус первый. И тогда x8 умножить на x1 тоже равно, или там здесь на x2 тоже равно n. В каждой строке, в каждом столбце где-то стоит вот это вот n. Вот если выполнены эти три свойства, то мы говорим о том, что на множестве задана структура группы. Само множество является группой, а если еще и вот это свойство, то коммутативной группой. Коммутативные группы отлично изучены. Так вот, и были еще давно изучены, очень давно. 150 лет назад. Группа выдумал 200 лет назад Галуа, хотя и до него рассматривали какие-то семейства преобразований, в которых что-то похожее наблюдалось, все эти свойства были выполнены. Вот теперь я хочу все стереть, совсем, если можно все стереть, потому что оно здесь сильно мешает. Мы познакомились с группой. Я хочу сейчас угадать структуру группы на всех точках вот такой вот кривульки, то есть на всех точках эллиптической кривой. А заодно понять, что структурой группы обладает и множество всех рациональных точек на такой кривой. То есть не всех вообще, а только тех, у которых коэффициенты, ну, у которых координаты, обе координаты являются рациональными числами, являются попросту дробями. Вот, и вот это вот, собственно говоря, этим я хочу завершить, потому что, потому что это, ну, собственно, это самое главное. И чтобы вы запомнили, что вот эта вот, так сказать, структура сложения точек, оно и является ключом и к шифрованию, и к теореме Ферма, и ко всем детским задачам, и к вот этим уравнениям Эйлера, фруктовой математике, и к шарыгинским треугольникам. Ко всему один и тот же прием является, собственно говоря, ко всему является самым основным. А потом у нас будет продолжение когда-нибудь, именно продолжение, в котором мы будем уже подробнее изучать некоторые из этих сюжетов. Уже по второму разу я повторю, что это за сложение точек такое, и мы его, мы с помощью него там, например, шарыгинские треугольники полностью изучим, или про биткоин поговорим, там уж как пойдет. Эллиптические кривые достойны того, чтобы их изучать с молодого, так сказать, любить с молодого надо такие вещи, как эллиптические кривые. Так, ну что, сейчас я объясню, как устроена группа. Итак, вот у меня есть эллиптическая кривая какого-то вида. Вот. Ну, хочется что сказать? Хочется сказать, что суммой вот этих двух точек будет просто вот эта, третья. Но не получается так сделать, не получается. Не видно, какой бы элемент мог быть нейтральным. То есть, мне нужно тогда придумать элемент, который, грубо говоря, какую-то точку надо придумать. Такую, что если я провел любую прямую через нее, то третья точка пересечения оказалась бы той же самой, которая здесь была. Иными словами, любая прямая, которая проходит через эту точку, была бы касательной к нашей кривой вот в этой второй точке. То есть, она была бы устроена так, как вот эта единственная конкретно выделенная прямая, что, конечно, нереально. Это невозможно, такого быть не может. Поэтому очень долго из-за этой досадной оплошности, из-за того, что закон групповой здесь спрятан чуть-чуть глубже, 16 веков его не видели. Ну и вообще, как бы, понятие группы тогда еще не было развито. Вроде бы, это первый увидел Пуанкаре в конце 19 века. Итак, он сказал следующее. А вы не так говорите. Вы говорите, что А плюс Б равно отраженному С. То есть, не вот этому С, который обозначен С штрих, а вот этому. Давайте попробуем так сделать. Итак, если А плюс Б равно результату вертикального отражения третьей точки пересечения этой прямой сюда вниз, то есть, вот это равно А плюс Б. Вот эта вот операция звездочка, здесь мы давайте обозначим ее плюс с кружочком, потому что она здесь коммутативна. Коммутативность здесь очевидна. Ну, Б плюс А и А плюс Б. Ну, понятно, что мы проводим одну и ту же прямую, да, через две точки. Получается, С штрих одна и та же для порядка БА и АБ. Это одна и та же прямая, значит, она даст здесь. Вот, теперь поехали, значит, ассоциативность я пока оставлю в стороне. Я буду искать нейтральный элемент. Вот есть ли у нас какие-то догадки про то, где он может жить, вот где живет наш нейтральный элемент? Значит, как он должен выглядеть? Я должен через этот нейтральный элемент провести прямую, добить до пересечения третьего с кривой, отразить, и получить ту же точку, откуда я брал. Вначале кажется, что такой тоже быть не может никак. Не видно, где бы она была. Но надо напрячь воображение и пополнить эту кривую сверху и снизу некоторой одной и той же точки, которую мы назовем бесконечность. То есть, как бы будем считать, что вертикальная прямая, любая вертикальная прямая, вот такая вот, как бы мы провели здесь, кучу вертикальных прямых, вот они все там наверху упираются в некоторую одну точку, одну и ту же. То есть, пучок вертикальных прямых проходит где-то там на бесконечности через одну и ту же точку, как рельсы, да? Если вы стоите на железную дорогу, рельсы, они как бы уходят туда и вроде как в одной точке смыкаются. Параллельные рельсы смыкаются в одной точке. Это называется проективный подход, и правильно именно, значит, на проективной плоскости все это делать, проективный подход. Мы добавляем к кривой вот такой нарисованной точку бесконечность туда, и будем считать, что прямая, проведенная через эту точку и любую точку кривой, это просто вертикальная прямая, которая проходит через эту точку. Ну, понятно, да, что если вот мы бежим туда-туда вверх, то прямая, которую мы проводим, все более и более вертикальная. Ну, и как бы в пределе она остается просто вертикальной. Поэтому бесконечность плюс вот эта вот точка х равно результату отражения вот этой точки х-штрих относительно прямой. А это нас возвращает обратно в х всегда. Любая точка х провели вертикальную прямую, взяли эту, отразили и вернулись обратно в х. Взяли b, провели вертикальную прямую, она пересечет вот здесь вот. Мы отразили и вернулись в b. То есть получается действительно бесконечность плюс а равно а для любой точки а. Значит, мы нейтральный нашли. Ну, давайте найдем противоположный. Ну, это совсем очевидно. Я считаю, что х и х-штрих противоположный. х плюс х-штрих – это что такое? Это я провел вертикальную прямую, получил бесконечность вот эту вот. Третья точка будет на бесконечность. Отразил ее туда вниз, а там та же самая бесконечность стоит. У нас же бесконечность одна вверху и внизу. Поэтому действительно для каждой точки есть нейтрализатор. И остается только вопрос вот в этом тождестве, которое приводит к сложнейшей и красивейшей картинке. Это верно, но очень труднодоказуемо. Ну, просто труднодоказуемо. Для этого нужно поизучать вот эти вот пересечения всякие там. Либо очень хорошо работать в координатах, можно просто вывести в координатах все, но там гигантские выражения будут. Либо поизучать вот что, собственно, утверждается. Что если мы взяли некоторые две точки и третью, которая есть их сумма? Вот. Давайте запишем. Давайте сотрем лишнее. Все лишнее. Сотрем сейчас все лишнее. Попробуем изобразить, что у меня получилось. У меня получилась такая вот кривая. На ней есть точки x, y. Есть точка z. Нет, извините, z это еще какая-то. Вот это не z. Это x плюс y. Дальше я беру какую-то точку z. Допустим, вот здесь. Я складываю x плюс y плюс z. Это вот x плюс y. Это заготовка. Вот x плюс y плюс z. Запомним, что здесь сидит x плюс y плюс z. Вот она. А теперь черным проведем те же операции, только наоборот. Мне нужно вначале y плюс z сделать. y, z. Вот z, да? Нет, z. Вот z. Ну, куда-то туда пошел он там. Где-то здесь он. Вот y плюс z. Где-то далеко на высоте. И сложить с x-ом. x у меня здесь. Ну, и вот утверждается, да? Что я попаду сюда же. Что у меня вот эта точка и эта совпадут. Ну, как бы геометрически совершенно не очевидно, что это должно быть так, да? Но вот здесь, если еще дальше, на самом деле, вот она вот здесь была бы. Ну, вроде как видно, да? Но это совершенно не очевидно. Абсолютно. То есть, если вы поиграете с эллиптическими кривыми с помощью какого-нибудь математического пакета, вы увидите, что так все время происходит. Но происходит это по совершенно, казалось бы, мистическим причинам. Доказательство сложное. Но, тем не менее, оно существует. И за счет этого все точки на эллиптической кривой образуют Абелеву группу, то есть коммутативную группу. А все точки с рациональными координатами тоже образуют коммутативную группу. Для y квадрат равно x кубе плюс 1. У нас будет всего 6 точек. Это бесконечность. 2, 3. 2, минус 3. 0, 1. 0, минус 1. И минус 1, 0. Группа из 6 разных элементов. Они будут при сложении друг друга давать. Но я утверждаю, что на самом деле вы ее отлично знаете. Это просто остатки по модулю 6. Групп порядка 6, несколько. По-моему, 3. Но в данном случае это самое простое, что может быть вообще в принципе придумано. А именно это просто множество остатков по модулю 6 относительно сложения. То есть это вот такая вот группа, где операция плюс – это взятие остатка от суммы. 3 плюс 4, например, 1. Потому что 3 плюс 4 – это 7, а по 0 и 6 – это 1. Ну и так далее. То есть оказывается, что эта группа на самом деле устроена так же. То есть эти точки можно переименовать терминами 0, 1. Вот это будет 0. Если мне не изменяет память, вот это должно быть 1, а это минус 1. Это должно быть 3. Это должно быть 2. Это минус 2. Ой, ну тут не минус 1, это 5, соответственно. Ну остатки, да, остатки. Это 4. Или может быть наоборот. Может быть 1 плюс 1 – это у нас вот как раз я 2, 3 беру бах туда вниз, да, до минус 0, 1 должно быть в сумме. 2 равно 0. Да, все, все, все. Вот. Вот попробуйте понять, что если я составлю таблицу сложения этих точек на кривой, которую я нарисовал, и таблица сложения остатка по модулю 6, будет одна и та же таблица, если переименовать их вот так. Это называется изоморфизм групп. На этой мажорной ноте я и завершаю. Это вводная лекция в теорию эллиптических кривых. Я хотел просто вас ужасно сильно заинтересовать. Пока больше, так сказать, за одну лекцию можно сделать только это. Но задание на дом я все-таки дам. И я на следующей, на той лекции, которая будет посвящена кривой биткоина, ну там в которой будет кривая биткоина, я эту задачу полностью разберу. x равно 2 минус 2. y равно i, комплексное число. Является решением это уравнение. Но это вы просто подставите и увидите. Провести касательную, ну не знаю, вот сможете ли вы догадаться, как это делается, и найти, вот собственно, сумму этой точки с самой собой. она будет просто целочисленной. А нет, она не будет целочисленной, там тоже будет i, но в результате возникнет некоторое очень красивое целочисленное тождество, которое имеет прямое отношение к гипотезе ABC, о которой я говорил в тот раз. Вот теперь точно все. У нас есть сейчас интересный вопрос. Да, да. А почему именно эллиптические кривые? А, да, это хороший вопрос. Дело в том, что, да, вначале даже на картинке было нарисовано эллипсы, но это было по незнанию. Дело в том, что эллиптические кривые совсем не выглядят как эллипсы. Эллиптические кривые, эллипсы это кривые второго порядка, там где вот это уравнение, уравнение второго порядка, там появляются эллипсы. А в кубическом нет. Дело в том, что это связано с вычислением длины эллипса. То есть, если вычислить, попытаться с помощью всяких уравнений, параметризованных уравнений эллипса вычислить то ли площадь эллипса, то ли длину его, площадь внутри, то ли длину самой кривой, то возникают как раз такие кубические уравнения, поэтому они были названы эллиптическими кривыми. То есть, кривые, связанные с эллипсом через вычисление его площади и длины. Есть еще вопросы какие-нибудь? Все, да? Ну тогда всем пока! Всем привет! До встречи на канале Маткульт. Привет! Маткульт.